В этих ямах на дорогах виновата в том числе и погода, точнее перепады температуры. Когда на улице плюс, а потом резкий минус, то это как сейчас. Даже асфальт чувствует себя не очень комфортно. Температурные изменения выдерживают с трудом. Во время дождей влага попадает в полотно дорожное и впоследствии, когда понижение температуры, это влага, которая находится внутри, она начинает расширяться. Вследствие этого разрушается у нас дорожное покрытие. Разрушенное дорожное покрытие – это еще и несовершенные технологии. Все дело в том, что асфальт в России есть только двух видов – летний и зимний. Первый идеален при температуре, например, от плюс 35 до минус 20. Если будет холоднее, появятся трещины и сколы. Второй держит минус 40 и ниже. А летом плавится, то есть появляются бугры и волны. Чтобы не попасть в такие ловушки, водителям советуют чаще смотреть на знаки и не гонять на запредельных скоростях. Если ехать с большой скоростью, то можно повредить диск колеса. Видите, сейчас вы выезжаете на встречные движения, не предупреждая. И тем самым можете создать аварийную установку. Водители весной расслабляются, рассказывает инструктор по вождению Андрей Сахаров. А зря погода и дорога сейчас самые непредсказуемые. В этом случае выехать на встречную полосу заставила яма. Здесь мы берем правее, все ямы объезжаем справа. Вернувшаяся весной зима принесла не только похолодание и осадки, но и туман. Из-за плохой видимости количество аварий в Подмосковье резко возросло. 550 ДТП за сутки. Итог вчерашнего дня. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательны на дороге. Заранее и заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, к местам массового скопления людей. И также соблюдать правила эксплуатации транспортных средств. Правила эксплуатации – это выбор резины. Несмотря на то, что календарная весна почти месяц назад наступила, погода свои коррективы успела внести. Но главные испытания еще впереди. Ночь с четверга на пятницу будет самый холодный. Прогноз синоптиков – минус 13 за окном. Но уже в воскресенье в Реута веснова будет весна. А значит, очередные испытания для дорог и автомобилей еще впереди. Незаконных торговцев ловили в Реутове. Полиция совместно с городским отделом потребительского рынка вышли на проверку на улицу Ленина. В этой машине торговали молочной и мясной продукцией. Никаких разрешительных документов, естественно, нет. Также непонятно, кто производители и в каких условиях все это делают. Творог и мясо якобы из Калуги, а сами предприниматели, которые нигде не зарегистрированы из Подмосковья. Прилавок, вернее обычный кузов, также не соответствует каким-либо нормам торговли. В итоге сотрудники полиции выписали штраф. Наиболее популярные места – это метро. Выход из метро на Выкассино в сторону улицы Котовского. Это адрес улица Южная 2. И переход – очень любимое место торгашей, так сказать. Подобные рели проводят ежедневно, не всегда в расширенном составе. В ближайшее время к представителям администрации и полиции присоединятся инспекторы Госадомтехнадзора. В 53-ю квартиру этого подъезда по адресу юбилейный 15 никто не может попасть. Все дело в том, что домофон не работает, хотя хозяйка исправно за него платит. Вот она и нас сегодня ждет в гости. Сейчас попробуем дозвониться. Гудок идет, но сразу же сбрасывается. И так уже не первый день. Нам повезло. Соседи открыли входную дверь. А пенсионерка, сколько не ждала звонка домофонной трубки, так и не дождалась. Ни ответа, ни привета. Тишина в ответ уже несколько недель, жалуется пенсионерка. Хотя, судя по квитанциям, исправно платит за услуги домофона. Женщина показывает платежки за оплату жилищно-коммунальных услуг. Сегодня в очередной раз звонит в Панателл. Четыре раза я вам звонила, вот прошлый год. Никто не идет. В этот раз точно придут, заверили пенсионерку на том конце провода. И все починят. До этого всех гостей приходилось встречать на улице. Когда скорую вызываем, дочь выходит вниз и встречает. Домофон не работает. В скорой помощи подтвердили, домофоны могут стать серьезным препятствием. Именно поэтому диспетчеры службы 03 спрашивают не только причину обращения, возраст и адрес, но и другие важные данные. Домофон, скажите, пожалуйста. И номер телефона ваш контактный. Эти сведения есть у каждой бригады, которая едет на вызов. Они нам звонят по рации, что не попали, домофон не срабатывает. Тогда мы звоним по телефону, который нам оставляют, и мы перезваниваем на этот вызов, чтобы они встретили бригаду. Проблема эта касается не только экстренных служб. Курьеры, коммунальщики, даже жильцы подъезда иногда не могут попасть внутрь. И решить эту проблему, то есть исправить домофон, может только сервисный центр. А каждый собственник вправе требовать ремонт по договору. Но в крайнем случае домофонную службу можно сменить. Гоманда готова. Так точно. На старт. Внимание. Марк. Служу Отечеству восклицают все участники соревнований с одноименным названием. 24 команды, 194 участника из разных муниципалитетов Московской области борются за звание лучших в первой школе. Курсант Анастасии Воробьева из Реутова участвует в таких соревнованиях регулярно. Так что все этапы ей знакомы. Это развивает мои физические качества, мою доносную силу духа. Это делает из меня, я считаю, настоящего бойца. Самый сложный этап для Насти – эстафета. А это командная борьба на лыжах, полоса препятствий, веревочная переправа и метание гранаты на точность. Здесь можно как получить наибольшее количество баллов, так и потерять. При попадании гранаты в цель списывается 30 секунд времени с участника, вернее, с команды. При срыву с веревочной переправы добавляется 30 секунд времени. С этим испытанием справились все. Реутовские рекруты меткость в стрельбе отрабатывают на каждом занятии. Автомат, пистолеты, снаряжение магазина собирают и разбирают. Тут же историческая викторина и строевая подготовка. Соревнования «Служу Отечеству» проходят два раза в год. Реутовская команда принимает участие уже в четвертый раз. И не раз занимала призовое место. Сегодняшние игры не стали исключением. Реутов стал третьим. Лучшим же оказался Подольский район, а второе место занял Воскресенский. Финал соревнований пройдет 24 мая в парке «Патриот». С утра в четверг минус 8. Ясно, днем мороз ослабнет до 1 градуса ниже 0. Переменная облачность. К вечеру облака полностью затянут небо. А температура опустится до 2 градусов. Ночью довольно холодно. Минус 8. Это данные «Гесметио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова